здравствуйте в студии владислав юрицын сегодня мы поговорим о горных гидах и их подготовки у нас гостях андрей алмазов в миру гундарев горный гид путешественник здравствуйте привет плат и так почему это но я принципе понимаю почему эта проблема важна я понимаю как потому что в горы сейчас люди идут огромными количествами например когда сбрасываются какая очередь на чабулак поехать на гондолы на гондолах то есть видно что у него а есть же еще там горная сказка и так далее но можно сказать что горы кишат отдыхающими вопрос как в таких условиях стоит проблема безопасности вообще для чего нужен горный гид ну горный гид нужен именно для безопасного прохождения того или иного маршрута в горах понятное дело что вот эти толпы которые мы видим в очередях на канатную дорогу большинство из них на самом деле отдыхают на горнолыжном курорте чем булак например и они не может даже и не катаются на лыжах но приехали туда кофе попить и так далее да это не проблема а а вот части этих людей которые идет в горы и которые а те кто катается на лыжах это проблема лыжных инструкторов да да это проблема службы спасения горнолыжного курорта любого да то есть человек вышедший за территорию горнолыжного курорта уже под юрисдикцию курорта не попадает и поэтому его спасает городская служба спасения или республиканский оперативно-спасательный отряд вот и задача тех кто гуляет за территории горнолыжного курорта соблюдать некие правила безопасности и если они в этом не разбираются и хотят довериться профессионалам найти профессионального горного гида которых безопасно их проведет по тому или иному маршруту в наших или любых других горах а как найти нормального горного гида ведь настолько я понимаю сейчас сертификаты есть и у тех людей которые нормальными ну по 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 горно гидовским понятиям не являются это большой актуальный вопрос большая актуальная тема сертификации тех людей которые вот в горы клиентов да насколько они квалифицированы и если у них есть эта сертификация квалификация тех людей которые давали этот сертификат и так далее и тому подобное но вот у меня нет никакого сертификата потому что я не хочу учиться у людей которые сейчас учат на горных гидов и я заведомо знаю что опыт этих людей недостаточен для того чтобы меня научить чему-то новому и уж тем более проверить мои знания как горного гида то есть получается ситуация что вот кардинал приходит к язычнику о законе божьем поговорить да и вы не хотите в такой ситуации оказаться но похоже да очень похоже с другой стороны как вообще клиенту разобраться какой квалификации гид который представлен в огромном количестве в инстаграме да на своих персональных страничках куда не плюем все горные гиды да поэтому надо проверять информацию об этом человеке спрашивать я хотел сказать что можно же по отзывам понять но если человек остался в горах он же не может написать вот да 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 моей практике к счастью такого не было но сводки наших честников они не то чтобы кишат но там довольно часто случаются истории когда люди и с гидами могут попасть в ситуацию неприятную и гораздо чаще они без гидов такие ситуации попадают вот отзывы важны но важен также еще посыл человека который себя продает в том же инстаграме есть люди которые говорят ура ура я супер классный пойдемте в горы а есть люди которые говорят то же самое но при этом описывают свои достижения в прошлом что как зачем и почему и делают это взвешено не то что я там три раза сходил на большой алматинский пик или малую кругосветку популярные маршруты у нас и я теперь вожу людей в горы а если человек описывает что он был сборной казахстана по альпинизму если он там провел кучу экспедиции на большие на средние высоты а еще посетил кучу стран с целью завести людей в разных горных системах мира на вершины да то наверное такому человеку стоит доверять больше даже если у него нет какой-то непонятной бумажки какого-то я думал нужно быть тысяча километров ни одного перелома ноги у клиентов это же как бы круче сам человек то может пройти а все его клиенты там на этом крутом перевале ноги себе пространство информация любой значимый час до значимая чрезвычайная ситуация тем более в таком опасном виде развлечений на природе да она всегда становится явной на поэтому если у вас был кейс который не очень хорошо закончился об этом широкая общественность все равно узнает поэтому скрывать не имеет смысла это получается саморегулирующаяся система то есть там нет государственного участия кто выдает сертификаты горных гидов насколько я знаю пока государство в это все не вмешивается и дало это на откуп каким-то образовательным центром это конечно под присмотром может быть каких-то туристических квази организаций от государства но они там ничего не решают все равно люди в горы воют как хотят как привыкли и получают свои бумажки ну просто для некой статусности а вот вы же много всяких стран с горами посещали там как эта проблема решается везде по-разному везде по-разному если есть какие-то национальные парки которые в казну приводят довольно много финансов от иностранных туристов конечно государство старается сертифицировать тех людей которые водят этих иностранных туристов в горы ну вопрос сертификации тоже везде открыт да то есть горный гид сертифицированный там в непале очень сильно отличается от горного гида сертифицированного во франции например ну везде по-разному вот наша сертификация здесь в казахстане оставляет очень много вопрос а вот если например в стране было министерство туризма тогда и такие вещи можно было бы решить более системно но чтобы хоть кто-то отвечал персонально да я думаю тут воля одной организации могла бы привести к каким-то весомым знаковым результатом пока у нас никто за это не взялся только общественники ратуют за то чтобы была нормальная сертификация все идет как идет но если мы посмотрим ситуацию с энергетикой то до последнего года когда все стало сыпаться массово да тоже как-то ну раньше об этом говорили что проблему хорошо бы решить но теперь же чтобы уровень президента чтобы он собирал совещание говорил делайте что-нибудь это только сейчас а вот в случае с сертификацией это что должно произойти чтобы вот государственная воля или скажем так государственное внимание к этому стало адекватным я думаю как бы это страшно не звучало какой-нибудь прям серьезно чп в горах с массовым летальным исходом заставит государство и с наличием гидов у которых есть сертификат ну или нет сертификата как угодно да если это все произойдет а при той массовости горовосхождение которые у нас сейчас есть это может произойти потому что это стихия это горы и даже опытные гиды попадают неприятные ситуации да всякое может случиться вот если это произойдет то может быть государство это на самом деле обратит внимание на это но как мне кажется исходя из прошлых ощущений опыта скорее это будут карательные меры запрещающие вообще что ходить в горы запрещающих ходить в горы это самый простой метод все запретить они разбираться в ситуации они создавать условия для того чтобы это пусть небольшой но интересный сегмент туристического рынка развивался пить а вот условно опытный гида и как неприятность в горах человек который идет сам по себе и человек который вместе с опытным гидом от степени приятности как она здесь варьируется люди которые ходят в горы с опытными людьми с гидом или с товарищем который уже много прошел они могут рассчитывать на здравомыслие человека который идет с тобой рядом те кто находится один в чрезвычайной ситуации не имеют предыдущего опыта подобных чрезвычайных ситуаций часто впадает в панику и когда человек впадает в панику он еще больше ошибок совершает и это к еще большим трагическим последствиям ведет а если здравомыслящий человек рядом с тобой есть который понимает что происходит как происходит и что с этим делать тогда шансов что вы вообще не попадете в эту ситуацию гораздо выше и шансы что вы выйдете если попали в такую ситуацию живым и здоровым из ситуации тоже гораздо больше чем ежели у вас нет собственного личного опыта попадания в такие ситуации но я так понимаю для новичков это первое правило не ходить в горы в одиночку но для новичков да для но это не нужно транслировать мне кажется в массы потому что я вот хожу в горы вы уже не новичок да но я попадаю под те же риски да если я зайду в горы к где-то где нет связи я там сломаю ногу и сам не смогу доползти там где есть связь да у меня никто не спасет но я знаю все эти риски все эти опасности горные да я беру ответственность за свою жизнь свои собственные руки да одному ходить в горы можно но при условии наличия опыта да и личной ответственности за то что ты делаешь но новички они конечно же не понимают всех этих вещей не понимают рисков и поэтому лучше ходить в горы с опытными ну потому что когда сауну посещаешь там написано в одиночку не находиться что мало ли сердце голова там что-нибудь а вот про горы что нельзя ходить в одиночку это даже в общедоступной какой-то информационной базе нет все говорят вот эти пишут простые маршруты там средние и так далее а а дальше уже каждый принимает решение для себя это в общем то нормально но я когда начинал ходить в горы вообще не было такого количества информации которую сейчас в интернете можно найти и я на свой страх и риск уходил куда-то где если бы что-то со мной произошло там бы мои косточки белели не и мы первые не мы последние но минимизировать риски для людей было бы неплохо минимизировать риски для спасателей которые бегут спасать людей даже если они там не терпят на самом деле действия было бы неплохо создавать условия для нормальной работы гидов сертифицировать их надлежащим образом да тоже было бы неплохо но вот как есть так есть скажите а есть корреляция ну словно прям попасть неприятность легче там где много людей в горах или там где их мало есть есть статистика потому что популярные горные районы например давайте возьмем монблан высшую точку западной европы высшую точку альп там на монблане происходит в год ну условно 100 несчастных случаев потому что все хотят попасть на монблан и массово идут и куда-то лезут не туда и скидывают друг на друга камни пятое десятое в общем большое скопление народу ведется за собой некие ситуации которые могут закончиться плачевно да и есть такой же красивый потрясающий район в австрии в районе высшей точки австрии глосс глокнера да на которой идет в десять раз меньше народу и там не сто несчастных случаев в году а только один да вот статистика говорит о таких вещах то есть люди они тоже опасны в горах и опасны потому что ну даже если ты просто из под ноги скинешь камень на ниже идущего человека это не природное явление да там не легкое землетрясение вызвавшая была обвал породы реально человеческий фактор когда человек ну либо невнимательно либо от усталости либо ну просто наступил туда куда не нужно наступать это все на тебя полетела на того кто идет ниже по склону ну то есть мы тогда резюмируем если вы новичок идете не самым легким маршрутом то лучше все-таки начинать с горным гидом потому что это как в вождение автомобиля есть же автошколы так и здесь лучше сначала набраться а потом уже карма покажет да 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 если повешенным тот не уток здравый смысл подсказывает что лучше перенимать опыт у кого-то да и опыт гидов кто профессионально работает в этой сфере говорит что во первых есть всего только три приоритета в работе горных гидов первое это безопасность клиенты ну и безопасность гида как такового второе это получение хороших впечатлений и только третий приоритет достижения результата прохождение маршрута восхождение на какую-то гору нет никакого смысла залезть на вершину с риском для жизни и еще не получить ни грамма хороших впечатлений вот это не цель горного гида горному гиду платят не за это во первых ему платят за безопасность во вторых за хорошие впечатления и только в третьих за знание маршрута но я думаю профессиональные гиды и маршрут знают хорошо и приоритеты расставляют правильно поэтому выбирать правильных гидов и все у вас будет хорошо большое спасибо у нас гостях благодаря алмазов мы говорили о горных гидах до свидания до свидания